Добрый вечер, дорогие братья и сестры! Как-то мы мечтали с вами, чтобы было меньше пробок на наших дорогах. Вот, пожалуйста, пришло время, когда их совсем нет. Мы сетовали на то, что мы редко видим своих детей, вот они теперь весь этот период будут с нами. Мы сетовали на то, что работают всякие злачные заведения, ночные клубы и прочие кальянные, их тоже закрыли. И, казалось бы, то, что мы просили, все получили. Но, кроме всего прочего, мы с вами столкнулись с тем, что получили некие ограничения, передвижения. Но это все вынужденные меры. И я в самом начале своего к вам слова, как ваш настоятель, хочу попросить вас со смирением это все принять. Потому что действительно есть очень серьезные случаи заболеваний, от которых нам лучше поберечься. Я еще раз хочу сказать о том, что время карантина, в который мы все с вами вошли, это время для того, чтобы мы побыли дома. Чтобы мы минимизировали свои выходы на улицу только за самым необходимым. Ну и теперь несколько слов о том, как же будет проходить богослужение в нашем храме и будут ли они проходить в этих условиях. Да, будут проходить богослужения. И я хочу, как и ранее объявлялось, пригласить вас завтра на онлайн-трансляцию из нашего храма в 12 часов на молебен о здравии и о прекращении этого злотворного, страшного заболевания. Растворение воздвухов и злотворных болезней. Давайте мы как раз таки соберемся все вместе. Возьмем свечечку, затеплим ее, встанем у иконочек и вместе помолимся. Вместе преклоним колени перед Богом, чтобы Господь избавил нас от этих наваждений, от всякого рода болезней и недугов. Завтра к нашему молебну мы добавим молитву о врачах. Мы знаем, что эти доктора, наши ближайшие помощники сегодня, как на передовой, не рискуя собственной жизнью, идут помогать другим. Мы знаем о необходимости помолиться за тех, которые сегодня осуществляют безопасность в тех нужных структурах, которые сегодня стоят на страже этого страшного вызова. Мы также помолимся о тех престарелых людях, которые старше 65 лет, вообще имеют особую степень ограничений. И чтобы Господь сохранил их и укрепил это, как правило, наши бабушки, наши дедушки, пусть Господь сохранит их и давайте вместе за них от сердца помолимся. Что касается расписания, в 12 мы выходим в прямой эфир вещания в режиме реального времени с молебном, а вечером в 17 часов мы пригласим вас на YouTube-канал нашего храма на покаянный канон Андрея Крицкого. Этот чин богослужения еще называется Мариином стоянием. Мы будем с вами не только слушать, но и молиться все вместе. Также с горящей свечой. Если у кого-то есть родные, близкие, кто верит или не верит, удалитесь в комнату. И как Господь сказал, если ты хочешь помолиться, войди в комнату, то есть в клеть твою, и затвори за собой дверь свою, и помолись Отцу твоему в тайне. И Он, видящий тайны, воздаст тебе явно. Вот так и мы с вами сможем помолиться, закрыв за собой дверь. И попросите, чтобы на часа 2-3 вечером, чтобы вас не беспокоили. Ну и постарайтесь ощутить свое присутствие в храме посредством сегодняшних систем связи. Я хочу сказать, что те молебные пения, которые мы совершаем в нашем храме, смотрят далеко за пределами нашего района, города, края. Нам пишут из Германии, пишут из Италии. Нам пишут из Тюменской области, из Омска. Очень большое количество людей хочет просто помолиться, выключить все эти новости, где 70% говорят о вирусе, о заболеваниях, о смертях. Давайте помолимся, чтобы было меньше смертей, чтобы больше было выздоравливающих людей. И поэтому покаяние – это то, о чем каждый из нас должен вспомнить в завтрашний вечер. Покаяние отверзли мне двери жизнодавчи. Откуда начну плакать окаянного моего жития деяний? Эти все слова, эти молитвенные обращения к Богу, которые мы с вами совместно слушали и молились в первые дни Великого Поста, мы сможем услышать и завтра. Также в режиме реального времени мы планируем выйти с вами на совместную молитву и вечером, в пятницу, на похвалу Пресвятой Богородицы, тоже с чтением Акафиста Пресвятой Деви Марии. В субботу мы планируем отслужить литургию. И в воскресенье тоже, если ничего не произойдет, мы надеемся послужить литургию. Но об этом мы скажем ближе к концу этой недели, которая для каждого из нас пусть будет хорошим испытанием, ну и, конечно, временем для молитвы. Еще раз хочу попросить вас, побудьте эту неделю дома, оставайтесь с нами, а мы постараемся от себя сделать все возможное, чтобы вы почувствовали, что мы рядом с вами и молимся за вас и о вас. Хотелось бы пожелать вам всем словами Господа нашего Иисуса Христа, который говорил «Там, где двое или трое собраны во имя Мое, там Я посреди них». Давайте во имя Господа соберемся вместе, причем раздвинем стены храма, соберемся вместе на молитву. Пред Богом, чтобы Господь избавил нас от всяких болезней, от всяких недугов, от врагов видимых и невидимых, потому что идет настоящая война, духовная прежде всего, и война физическая. И мы видим, как множество людей падает, причем замертво на этой биологической войне. Я пожелаю всем вам здоровья, пожелаю вашим детям получить возможность порадоваться рядом со своими родителями. И, конечно же, заверяем всех вас, что мы будем молиться за вас, наши дорогие прихожане, все те, кто с нами, и те, кто любит Господа Иисуса Христа, Его Пречистую Богородицу и Церковь Христову. Но, видимо, тот период, который мы с вами переживали, когда открыт храм, все там известно, где поставить свечу, где подойти поисповедаться, пообщаться со своими родными, близкими, этот период на какое-то время приостановлен. И Господь дает нам соскучиться за нашими храмами, что когда пройдет этот вирус, и с Божьей помощью мы верим, что так и будет, все восстановится, и будет найдено решение преодоления этого недуга. Но, представляете, с каким чувством войдем снова в любимые храмы, посмотрим на стены вокруг, с какой любовью мы переступим порог, и с каким сердечным усердием поблагодарим Господа, что эти испытания не разрушили наш духовный мир, а только сплотили нас и сделали нас нравственно чище и духовно богаче. Я желаю вам, дорогие мои, проведите это время с Богом, и пусть благодать Господа нашего Иисуса Христа, и любовь Бога и Отца, и причастие Святаго Духа всегда пребывает с вами.